Приветствую вас. Я бы вначале, наверное, обратил бы ваше внимание на то, что вы пишете, а сил на то, что будет делать, мы же нет, потому что знаю, сколько проклятий будет в мою сторону от нее за этот поступок. Тут момент. Вы, собственно, так проклятий боитесь ее свекрови вашей или как? То есть, ну, будут и будут проклятия от нее. В чем проблема-то, собственно, почему вы оглядываетесь на возможные проклятия с ее стороны, тогда как ваш ребенок, ваш сын два с половиной года терпит из-за этого ваши срывы. То есть, вам что важнее, ребенок ваш или проклятие свекрови? Вот это, наверное, вот первое, что хочется вам сказать. Дальше. Знаете, как бы прослеживается в целом у вас очень сильно поведение жертвы. Позиция жертвы очень сильно прослеживается, на мой взгляд. Вот. И, собственно, позиция жертвы, она такова, что человек за себя ответственности вообще никого не несет. Вот просто от слова совсем. Никакой не несет ответственности за себя человек. Жертва. Человек-жертва. И вы не отвечаете за себя, вы не отвечаете за то, что с вами происходит. Вы такое впечатление, что не отвечаете вообще ни за что. Вот. То есть, вы пишете, что я не влилась, значит, ну, не влилась в семью, да, вот, собственно, ну, семью, там, я так понимаю, своего мужа, вы говорите про семью своего мужа, что вы не влились. Вопрос. Должны были? Ну, вот, серьезно, вы считаете, что должны были влиться в семью своего мужа? Если так, то почему? Если так, то почему вы считаете, что вы должны были влиться в семью своего мужа? Тогда как у вас своя семья и вливаться вы как бы не должны, да, ну, вот. То есть, это вот неуверенность в себе, у вас, у вас неуверенность в себе, вот. И плюс ко всему я так полагаю, что какие-то страхи у вас имеют место быть возможно. То есть, в этот момент, эм, тоже нужно исследовать, почему вы считаете, что должны были влиться в эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ все это произошло не на ровном месте, то все это случилось в результате каких-то, ну, каких-то вещей, все это случилось в результате чего-то, понимаете, вот. То есть вы своего мужа объективно выбрали, вы своего мужа объективно как бы сделали своим мужем, вы с ним начали встречаться, вы вышли за него замуж, все это, все это было вашим сознательным выбором. Но как бы последствия этого, цену этого, вы такое впечатление, что не увидели, не просмотрели, не прочувствовали, не предопределили. Вот. И сейчас такое впечатление создается, что то, что происходит, да, для вас это просто вообще какая-то неожиданность. То есть вот вы просто в шоке от того, что происходит. Сначала. Ну как вы можете быть в шоке от того, что происходит, если то, что происходит, это результат, не много, не мало, это результат ваших действий. Вот. Я с ней обвиняю, я просто хочу, чтобы вы для себя вот эти моменты выделили. Я хочу, чтобы вы для себя эти моменты поисследовали. Я очень хочу, чтобы вы как-то вот, может быть, немного иначе, может быть, по-другому отнеслись к этой истории. Потому что, ну, потому что это важно, да, потому что это же ваша жизнь. Вот. Не имея возможности, там, уехать, уйти от, значит, ну, свекрови, да, не имея возможности уйти от свекрови, вы, соответственно, забудете ребенка. Вот. Тоже момент, момент, почему, для чего, да, как бы, ну, если вы не свободны, если у вас, если у вас, ну, нет, как бы, своего жилья, зачем, для чего, почему вы заводите ребенка в таком случае. То есть, это вот все аспекты, которые, ну, как минимум, на мой взгляд, нужно исследовать, которые, на мой взгляд, нужно корректировать, да, вот. Дальше, значит, так, мне очень тяжело жить с ней, но, опять же, это же произошло не вдруг, да, это же случилось, это постепенно, это случалось. Вот. И то, что, значит, сейчас происходит с вами, это, на мой взгляд, значит, ну, результат вашего выбора ранее, который был сделан. Вот. Ну, так, давайте поисследуем, поисследуем, что, значит, ну, что привело вас к такому выбору, что привело вас к такому решению. Понимаете? Вот. Вот. Это же корректируется. Все. Все. Вот. Эти же моменты корректируются, и вы увидите, как вы оказались в этой ситуации, и почему вы оказались в этой ситуации. И вы сможете подкорректировать это, вы сможете увидеть, чем вы руководствовали, когда принимали решение так себя вести, например. Дальше. Так, значит, я будто не влилась, вы в установленной семье не должны были чувствовать себя детдомовской девчонкой, которая из одной семьи передали другую. Все верно. Дело в том, что детдомовская девчонка – это жертва, образ жертвы, образ человека, который несет ответственности за себя. И в этом смысле, ну, в этом смысле, на мой взгляд, вы правы, потому что вы действительно в этом смысле жертва, вы действительно детдомовская девчонка, потому что вы не отвечаете за себя. И вас действительно, я так полагаю, вас действительно, ну, вероятно, передали из одной семьи в другую, да. Потому что я так подозреваю, что со своей мамой вы тоже были достаточно близки. То есть, ну, в том смысле, что через всю, чрезмерно мы были со своей близки. Вот. Ну и, соответственно, сейчас та самая история. Дальше. Не чувствуй себя личностью, не чувствуй себя счастливой. Понимаете, какая штука, личность, ну, именно, вот, личность и счастье, да, это то, что не зависит от других людей. Это то, что зависит непосредственно от вас на самом деле. То есть, если вы не чувствуете себя лично, значит, вы ничего для этого не делаете. Для того, чтобы, ну, знаешь, нашей личностью себя чувствовать. Понимаете? Такая штука. Вот. И счастье то же самое. Счастье та самая история. Что это все во многом, во многом зависит от вас. Это не зависит от других людей. Другие люди за ваше счастье ответственности не несут и нести не могут. Дальше. Сугрот постоянно ко мне придирается. Сугрот играет, с одной стороны, в игру попалка сукин сын. Можете почитать про эту игру в интернете, она там есть. Вот. А, с одной стороны. Но, с другой стороны. С другой стороны же. Сугрот действует абсолютно нормально. Потому что она ревнует, как бы, вас к своему, значит, сыну, вот. Который внезапно перестал быть только ее, да. Который внезапно стал еще и вашим. Естественно, она вас воспринимает, как, в некотором смысле, как соперницу. Вот. И это, ну, не сказать, чтобы прям нормально, да. Но это, как минимум, явление, достаточно частое явление. В, ну, вот, как бы, в семейных, семейных историях. Вот. И, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, опять же, как бы, вы к этому оказались почему-то, вот именно почему-то. Вы к этому оказались не готовы. Вот. По какой причине вы, вот, в данном, опять же, случае, свою свекровь воспринимаете, ну, так, серьезно. Как будто. То есть, вот она, как будто, знаете, вот там, настолько серьезно воспринимается, как настоящая соперница. Ну, это всего лишь свекровь. Это человек, который, как бы, к вам отношения не имеет. Да, вы-то живете смутимо, а не с ней. Вот. И самое главное, тут момент какой, что вы в себе не уверены. Я так благаю, что во многом из-за того, что ваша семья не была папой, и вы, вот, не определились со своей моделью женского поведения. Дальше. Значит, она находит повод не за меня раздавить и использует особенно унижающую славу. Вот здесь вы переносите ответственность, ответственность себя за свое восприятие того, значит, ну, за свое восприятие того, что говорит, к примеру, и делает свекровь, да, на нее. То есть она, то есть вы говорите, она, значит, находит особые унижающие слова, чтобы меня раздавить. А, простите, как вас может раздавить человек, да, если, ну, условно говоря, если угадство в порядке. То есть если вы в себе уверены, как в этом случае вас кто-то может раздавить. На мой взгляд, никак. Значит, вопрос, который вам необходимо себе задать. Звучит так. Какие слабые места видит у меня, допустим, свой кровь, что позволяет ей, там, допустим, мне говорить какие-то вещи? Вот. Вот и всё. Но это вам нужно сделать. Вам нужно понять, что это за места такие, что это за места слабые. Вам для себя нужно это, это понять. Знаете, вам для себя это нужно понять. Ну, как бы, в том числе. Вот. Вас игрок нет ни при чём. Выговаривать моему мужу, который потом с плохим отношением ко мне стал просто очень холодно со мной разговаривать и относиться ко мне хуже. Ну, вот, опять же, к вам вопрос. Если бы у вас отношения с мужем были бы здоровыми, например, качественными, например, полноценно раскрывающими каждого из вас, могла бы свекровь в этом случае сделать что-то, ну, что-то плохое вашим отношениям? Как мама уверенного в себе человека может внушить ему другое отношение к вам и другое восприятие вам, если вы его женщина? Ответ. Никак. Это означает, что ваш муж просто раскрывает своё отношение к вам. Да, под влиянием мамы. Но и без влияния мамы, скорее, сонят. Надеюсь, чтобы к вам где-то не так, то не намного лучше. Своего отношения к вам у него нет. Либо это очень неуверенный в себе мужчина, которого вы почему-то решили сделать своим мужем. Причины-то ясны, но я хочу, чтобы вы ответили. Я хочу, чтобы вы ответили и подумали, почему я выбрала себе такого мужа? Не потому ли, что я считаю, что достойно такого? Дальше, они мне говорят, что я их не случился. И не должны. Понимаете, это не детский, опять же, сад, не детский дом. Вы не должны их случиться, возрослые люди. Вот. А вы, вы находитесь в отношениях родителей, ребёнок, в которых вы занимаете детскую позицию. Что я такая-сенькая. Ну, тут они не могут думать абсолютно все что угодно. Про вас главное, если вы просто вы думаете. Она считает, что я их за спиной сплетничаю со своей мамой. Может быть. А вы не думали о том, почему ей эту мысль пришла в голову? А самое главное, как ей эту мысль пришла в голову? Ну, сплетничайте, казалось бы, и сплетничайте. Почему она так думает? Вот. Я очень сильно ограничила общение со своей мамой. Зачем? Почему вы, опять же, вот идёте, как бы, на поводу у собственности крови? То есть, когда вы делаете то, что она вам говорит, она понимает, что права, и ещё больше будет вас унижать. Какую цель вы преследуете? Не звоню ей. Вообще, она сама пишет мне, хочет знать, как я и моя семья. Я бы не сказал, к сожалению, что ваша семья, как бы, есть, я бы не сказал. Я бы сказал, что есть вы, да, есть вы, и есть семья вашего мужа. Но вы, нет, у вас, у вас, вот, к сожалению, семьи, вот вашей семьи, вашей семьи нет. Это я совершенно точно могу сказать, что вот именно вашей, именно вашей семьи, как сказал, нет. Вот. Потому что, если бы была ваша семья, то всё было в таком-другом. Ну, опять же, вот вы пишите, да, хоть узнать, какая моя семья, это, опять же, в некоторой степени жертвенная позиция. Ну, жертвенное такое поведение, хоть узнать. То есть, это постоянно такой вот, знаете, ну, своего рода надрыв, надрыв происходит. Уехать не можем от неё, так сложились обстоятельства. Какие обстоятельства, что за обстоятельства, если так сложились обстоятельства, для чего было вообще, например, выходить тогда, тогда замуж, для чего тогда было вообще, заводить ребёнка, если своей жилплощади у вас нет. Значит, конечно, ну, то есть, вот это всё, это всё, это всё, всё, вот эти вот моменты. Я понимаю, что бывает так, что обстоятельства складываются, да, но выбор-то всё равно по итогу делаете вы. Я в напряжении почти каждый день, из-за чего срывами на моём сыне, вот, из-за всего этого страдает ваш сын, ненавидя себя за это. За что? За что? Вы ненавидите себя за свои срывы, хорошо. А как может поступать человек в аналогичной вашей ситуации? Как? На вас давят. Вы не удовлетворены. Энергия негативная копится, если её не сбрасывать такими срывами, пусть даже. что вы просто рискуете завалять. По сути дела. И тогда бы всё кончилось очень, очень плохо. Понятно, что в срывах на вашего сына ничего хорошего нет. Но ненавидеть себя за это точно не стоит. Вы лучше, чем тратить энергию на ненависть к себе. Вам лучше подумать нужно о том, что вы делаете не так. Вот. Дальше я вообще начала себя ненавидеть, потому что она мне потихонечку каждый раз капает о том, какая плохая, неорганизованная, неуважительная, с ужасными недостатками. Оно просто скрывает то, что вы думали о себе всегда. Ещё раз. Другой человек не может внушить. Если вы легко внушаемый, значит, вы не уверены в себе. А если вы не уверены в себе, то это, по сути, было с вами изначально. И сомнения в себе были изначально. Я уже не знаю, как принижаться. А разве нужно принижаться? Разве принижение не вызывает у того, кто принижает, желание ещё больше принизить? Потому что человек, который принижает, он пытается переделать другого. И если человек переделывается, тот и будет переделывать. Но поскольку человек и сам меняется постоянно, то и другого он постоянно будет переделывать. Постоянно переделывать будет человек другого ещё и потому, что он от этого получает определённую выгоду, а именно удовлетворяет свои потребности. Так имеет ли смысл принижаться? Обесценивая таким образом себя и показывая, что вы достойны такого отношения? Я перестал общаться с подругами. Здесь та же самая история, что и с мамой, в том смысле, что то, что вы так сделали, вы подтвердили правоту свекрови. Я так часто начала думать о том, что просто закончите эту жизнь, потому что это вроде бы легче и вынести психологическое давление уже не в силу. Я не думаю, что вы ответственны за лишение своей жизни, лишение себя жизни, потому что не вы были ответственны за её появление. То есть, видите, да, вместо того, чтобы принимать ответственность реальное, за реальную жизнь, за реальных людей, за реальные события, за себя, за своего ребёнка, вы предпочитаете брать ответственность за то, в чем она вам, в принципе, не принадлежит. Подобные мысли, опять же, свидетельствуют о том, что вы реально за себя не ответственны. Дальше. Я боюсь этих мыслей, сил на то, чтобы тебя там уже нет, потому что знаю, сколько проклятий будет на это так. Ну, вот тут связь между проклятиями со стороны, значит, свекрови, я так понимаю, и вашими силами нужно выявить эту связь. Мужчина никогда не защищает, а должен, особенно если он никогда не защищал, почему вы считаете, что он должен вас защищать? Нет, ну, в теории, конечно, это было бы правильно, но если мужчина не защищает, ну, значит, такой человек, чего вы от него ждёте? А я не могу с ним ни о чём поделиться, а это вопрос доверия между вами. Если доверия между вами нет, то не очень понятно, на основании чего вы вообще, собственно, брак строили тогда, в таком случае. Ну, вот. Дальше. Я вообще для него мало что значит. Если вы мало что значит, для него, опять же, на каком основании вы выстраивали брак? Для чего? Для чего? Зачем этот брак? Какая его цель? Что вас держит с ним? Ребёнок, ради ребёнка, но ребёнка родного только хуже. Так что? Что удерживает вас с мужем? Далее вы пишите, как быть. Добавно, вы пишите, как быть, но не пишите, как быть, чтобы что, как быть, для чего. Необходима постановка цели. Если гармонизировать отношения с мужем, это одно, если разобраться в себе, это всё же немножечко, ну, немножечко другая история, если вот, ну, если именно вот, если именно в себе разобраться. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вам нужно всё-таки определиться с самой. В первую очередь, нужно определиться с самой, чего вы хотите. Вот. Какая у вас цель, потому что, в проективном случае, это опять же, просто продолжение жертвенной позиции вашей. Вот. То есть, это, это, просто, просто вы жалуетесь, вы высказываете какие-то вещи. Вот. Ну, и всё, значит, как бы. То есть, больше ничего, по сути, не происходит. Вот. Определите цели, и мы тогда сможем вам, безусловно, помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обнакомьтесь, пожалуйста, с треугольником Карпмана. Вы, я уверен, увидите в нём себя. Вот. И, я думаю, я рекомендовал бы вам настраиваться на индивидуальную работу, на психотерапию. Вот. То, если не длительную, то хотя бы регулярную. То есть, ну, то есть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ терапии возвращаться нужно будет вам вот в принципе такая история я надеюсь что для вас это было полезно как бы никто вам не даст из профессиональных по крайней мере психологов никто вам не даст совета как и что делать потому что с вами нужно работать разбирая ваши противоречия уже можно будет помочь вам и уже исходя из этого можно будет вам что-то порекомендовать но пока очевидно что нужно работать с вашими комплексами, страхами вот это мне кажется куда более важная история на этом все если у вас остались вопросы пишите, буду рад помочь в личку пишите если вам понравился мой ответ буду благодарен, если делаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи удачи спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!